Дорогая церковь Дорогая церковь Дорогая церковь Которая известна из древних еще веков Не будем вдаваться и следовать, кто это сказал Это не в слове Божьем Но я как-то услышал один раз проповедь одного пастыря И он говорил следующее, что когда мы идем в Царство Божие, то мы должны идти. Если мы не можем идти, мы должны ползти. Но если мы не можем ползти, мы должны хотя бы лечь и смотреть в сторону Царства Божьего. И я подумал, интересно, с первыми двумя вещами я еще как бы согласен. Если видишь, куда идешь, идешь, имеешь силы, идешь, не имеешь сил, ну уже ползешь. Когда совсем нету сил, получается, лежишь и смотришь. То смотри, не смотри, до Царства Божия все равно не дойдешь. Какая разница, куда ты будешь, в какую сторону смотреть, когда ты уже лежишь. И поэтому Бог нам говорит о том, чтобы мы имели, укрепились, обновились, имели твердые ноги, не хромали, но шли твердо по направлению Царства Божьего. И когда мы читаем Слово Божие, Бог все время нас призывает к тому, чтобы мы никогда не стояли, но шли вперед в направлении Царства Божьего. И поэтому, чтобы осилить нам дорогу, чтобы осилить этот путь, который начался у нас с нашего рождения, даже, точнее сказать, с нашего покаяния. Когда мы увидели эту цель, увидели в своей жизни, куда необходимо нам идти, что наша цель – это Царство Небесное, то нам необходимо все время двигаться. И если мы будем стоять на месте, то мы эту дорогу не осилим. Если же мы будем идти, то мы, естественно, придем в назначенный пункт. И, конечно, на нашем пути будет непросто. У нас будет сложно, у нас будут различные проблемы, у нас будут какие-то сложные ситуации. Как у любого путника, у него могут возникать какие-то сложные ситуации на его пути. Но если человек направлен, смотивирован, посвящен, если он прилагает усилия, если он прилагает все свое сердце к тому, чтобы добиться этой цели, то он ее достигнет. И хочется, знаете, как говорил псалмопевец в конце своего пути, предстать пред Господом и воскликнуть, «Отворите врата мне правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и сделался моим спасением». Аминь. Бог нам даровал спасение. Он указал нам этот путь спасения. И когда мы читаем учение Иисуса Христа, то мы имеем все вот эти истины, мы имеем это Слово Божие для того, чтобы обрести спасение, для того, чтобы вот этот путь, в котором мы сегодня находимся, чтобы мы прошли его достойно, твердо, уверенно, крепко, преодолев различные искушения, различные какие-либо проблемы в своей жизни, мы достигли своей цели. И поэтому Бог пришел на эту землю в образе человеческом для того, чтобы показать нам, что Он тоже, будучи воплоти, смог преодолеть много вещей, в которых живем мы, с которыми сталкиваемся мы, и что это нам возможно. И Он нам дал учение, открыл нам свои истины. И основная часть истин Божьих, она сконцентрирована в Нагорной проповеди. И Нагорная проповедь, она не заканчивается всего лишь заповедями блаженства. Она в 5, 6, 7 главе, и там сконцентрировано вот именно, скажем, наибольшее количество учения, или, правильнее сказать, слово истины, которое необходимо нам читать, вникать и исполнять в свои жизни, для того, чтобы нам было, мы могли правильно двигаться по этому пути. И сегодня я хотел бы открыть одно из мест Писания, Матфея 7 глава, довольно известные стихи, 7 стих, и прочитать вместе с вами. Это то слово истины, которое одно, скажем так, из многих учений, которое Бог даровал нам, чтобы мы шли. Но сегодня будем конкретно говорить об этом месте. Матфея 7, 7. Аминь. И вы знаете, первое, хотелось бы на что обратить внимание, что когда мы читаем Слово Божие, когда мы читаем учение Иисуса Христа, то мы должны правильно понимать, правильно, скажем так, понимать тот смысл, который Бог хочет донести до нас с вами. Потому что иногда мы берем учение и пытаемся его, скажем так, подогнать под свою ситуацию, под свою проблему. Но Слово Божие учит нас, чтобы мы делали наоборот, чтобы мы искали волю Божию, чтобы мы искали смысл истины, который заложен в этом Слове Божьем. И иногда мы можем использовать Слово Божие, как использовал, скажем так, пытаясь его использовать в своих личных интересах. Если вспомнить Валаама, то тогда мы вспомним эту ситуацию, что он слышал голос Божий. И мы можем вспомнить о том, что он пытался манипулировать Богом для того, чтобы получить то вознаграждение, которое ему обещал Валаак, для того, чтобы он проклял народ израильский. И в нашей жизни, когда сегодня мы вникаем в Слово Божие, может быть, ситуация тоже похожа. Есть у нас какая-то проблема, есть у нас какая-то ситуация, и мы Слово Божие пытаемся подогнать под себя. Но так оно не получится. Мы не сможем никуда, никогда манипулировать Богом. Мы должны, наоборот, исходить из того, что Слово Божие, оно дает нам силы, дает нам понимание, дает нам вразумление для того, чтобы мы на этом пути дошли до Царства Божьего. И все, о чем Бог желает, чтобы мы, проникнув в это Слово Божие, смотрели на то, как Он хочет нам открыть, чтобы мы достигли этой последней цели. И Бог нас призывает в Колоссянам 3 глава, 1 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит отесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Порой, иногда, когда мы находимся в каких-либо жизненных своих обстоятельствах или ситуациях, а может быть, даже и не так нам сложно, то наш взгляд, он может быть обращен именно только на земные какие-то вещи. И тогда мы пытаемся молить Бога и стучаться к Богу лишь только по одним вопросам, для того, чтобы получить какое-то, скажем так, благословение, получить комфортную жизнь, получить исцеление только, получить какие-то вещи от Бога для того, чтобы нам здесь на земле было хорошо и комфортно. Но скажите мне, возможно ли путнику быть в комфортной ситуации? Нет, невозможно. В какой бы мы путь ни собрались, мы всегда будем испытывать какие-то либо сложности, какой-то дискомфорт, где-то нам придется ущемлять себя, где-то ужимать, где-то будем сталкиваться с какими-то проблемами на своем пути. Но так оно происходит всегда, когда человек отправляется в путь. А наш путь, он это целая жизнь, наш путь лежит в Царство Небесное. И порой мы себя ведем таким образом, что как будто здесь мы хотим избавиться от всех этих сложных ситуаций и начинаем призывать, стучать, искать Господа лишь только для того, чтобы Он решил все наши эти земные проблемы и решил и позволил нам жить здесь в комфорте. Но так, дорогие братья и сестры, оно не получится никогда. И мы должны понимать это, что Слово Божие таким образом нам именно является тем инструментом, который помогает преодолеть этот сложный путь, преодолеть искушения, преодолеть соблазны, преодолеть какие-либо ситуации, с которыми мы приходимся сталкиваться извне, с каким-то, скажем так, давлением, которое идет извне. Мы боремся сами с собой. И в результате, если мы читаем Слово Божие правильно и видим в том, что Слово Божие нас призывает все время смотреть на горнее, то есть смотреть на Царство Небесное и помышлять вот именно об этом конечном пути, то тогда мы начинаем правильно двигаться, правильно стоять. Ведь когда мы начинаем молиться, например, о том же исцелении, мы просим Бога правильные вещи, конечно же, просим, чтобы Бог облегчил нас, чтобы облегчил нам, дал нам физическую возможность служить, физическую возможность работать, заботиться о своих семьях. Все мы это правильно просим. Все мы правильные вещи порой просим в своей жизни, чтобы Бог благословил, дал нам возможность кормить наши семьи, кормить наших родных, кормить, заботиться о наших близких. Да, мы правильно просим о том, чтобы Бог благословил наши работы, чтобы мы могли через работы также послужить и для Церкви Божьей, и жертвовать для Церкви Божьей. Но иногда в нашей жизни могут сместиться вот эти приоритеты, что вот эта земная жизнь для нас становится самым главным. И мы хотим чувствовать себя здесь очень хорошо и комфортно, чтобы не было никаких проблем, чтобы нам здесь жилось хорошо. Но, извините, это у нас еще не конечная остановка. Наша конечная остановка там. И когда мы молимся, например, за исцеление, мы получаем исцеление, но вдруг приходит другая болезнь. Мы когда просимся, просим, например, о благословении Божьем, да, мы получаем работу, да, мы получаем материальные какие-то средства, но через какое-то время вдруг вот приходит кризис в страну, и опять мы находимся в каких-то сложных, стесненных финансных обстоятельствах. И вот так будет у нас здесь всегда. И тогда задаешься вопросом, если бы у нас всегда было все хорошо, были бы здоровы, богаты и все хорошо, то что бы тогда было? Царство Небесное уже было бы здесь. Тогда нам никуда не надо идти и никуда нам не надо стремиться. Мы уже получили и достигли той цели, к которой мы идем. Но Царство Небесное, оно не здесь. И поэтому Бог обращает наше внимание на то, чтобы мы обратили свой взор на Нагорное, то есть обратили на тот будущее Небесное Царство, в которое Бог призывает нас и ждет нас там. А сегодня мы здесь находимся всего лишь в пути. И поэтому Слово Божие, оно всегда нам говорит лишь только о том, что мы являемся путниками. И что Бог дает нам своей истины, свою помощь, благовременную помощь для того, чтобы мы смогли преодолеть этот сложный, непростой путь, преодолев искушения, преодолев соблазны, преодолев какие-то скорби, преодолев болезни, преодолев другие какие-то вещи в своей жизни, чтобы мы достигли самого главного, это Царство Небесного. И когда мы читали вот это место Матфея, 7 глава 7 стиха, о том, что Бог призывает нас на этом пути, чтобы мы просили, искали и стучали, то Бог нам в параллельном месте, когда мы читаем от Луки, дает как бы и подсказку на то, что нам нужно искать, куда нам нужно стучать и о чем нам нужно просить. Потому что на что хочет сконцентрировать в первую очередь, скажем так, Бог, наше внимание, это на том, что, если мы откроем Лука 11 глава, то там мы прочитаем, я только прочитаю 1, 13 стих. Итак, если вы, будучи злые, имеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Когда Лука писал свое Евангелие, он знал это учение Иисуса Христа. И здесь он как бы помогает нам и истолковывает вот это вот понимание Иисуса Христа, которое Иисус вкладывал в эти слова, когда Он говорил о хлебе и камне, когда Он говорил о рыбе и скорпионе, когда Он говорил о том, что Бог вам даст все потребное и необходимое. Но в первую очередь Иисус всегда вкладывал смысл следующего эти слова, что вы просите духовных благ, вы просите тех вещей, которые вам помогут дойти до Царства Божьего, и тогда Бог даст вам это. И непосредственно Лука отвечает, что именно Дух Святой, то есть присутствие Божие здесь на земле, в вашей жизни, оно поможет нам с вами пройти по этому пути, пройти достойно этот путь, пройти всякие искушения, проблемы, преодолеть все какие-либо сложные ситуации в нашей жизни, именно благодаря Божьему присутствию в нашей жизни. И поэтому Бог говорит о том, что стучите, ищите, просите. Потому что если мы будем просить, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни, просить Духа Святого, чтобы Он наполнял наши жизни, благословлял нас, поддерживал нас, искать Его, стучать в эти небесные ворота, то Бог всегда будет рядом с нами. И тогда Он не подаст нам камня вместо хлеба. То есть Он нам даст все потребное для того, чтобы мы правильно могли пройти свои жизненные ситуации. Вы знаете, я как-то недавно мы ехали, собрались в дальнюю дорогу, где-то 1200 километров в одну сторону, 1200 километров в другую сторону. И только выехали за город, проехали буквально километров там 15-17, и вдруг машину стало на большой скорости за 100 километров сильно колбасить. Думаю, ну вот, ехать еще далеко, а уже что-то происходит с машиной. Хотя вроде бы и готовился к пути. Обычно все готовишь, смотришь там, проверяешь, скажем так, чтобы все было исправно, чтобы никаких проблем не возникло. Но все предугадать практически невозможно. То есть то, что от тебя зависит, ты только это можешь и сделать. И остановился, полез посмотреть, думаю, может, что я увижу что-то там с колесом или еще что-то. Хотя обычно так, ногой пнешь колесо, от этого ничего не меняется, да, как водитель любит ногой колесо попинать. Но при этом все равно ничего не чинится. Вот, вышел, наклонился, посмотрел, и еще нажал в кармане брелок, и сработала сигнализация, что ее угоняют. И отключить не могу. Стоим на трассе, машина орет, свистит, никуда не едет, отключить не могу. Ну, в результате сел в машину, думаю, что делать, и еще навигатор, который прикреплен к стеклу, отвалился. Думаю, ну вот и все, нормально. И такая мысль сразу в первую очередь. Наверное, Бог, может, не дает тебе куда-то ехать, надо разворачиваться и домой ехать. Ну, помолились, начали думать, что делать, начал звонить, искать, может, кто поскажет, как сигнализацию отключить. Все-таки нашел одного человека, подсказал там, что, как, там, отключил. Вот, залез, кнопку нашел эту, которая спрятана где-то в машине. Вот, потом дальше думаем, ехать дальше или нет. Далеко там, недалеко Осиповичи, в воскресенье, в принципе, по-моему, получалось это. Вот, никто уже не работает. Думаем, ну ладно, поедем. Поехали просить и искать, скажем так. Вот, кто нам может помочь с нашими колесами. Потому что возникла такая мысль, что, скорее всего, разбалансировка произошла из-за того, что тщательно очень мне колеса помыли. Я попросил, и там водители понимают, что если баланс с колеса убрать, то происходит разбалансировка, и машину трясти можно. Вот, приехали, все закрыто. Один человек только там какой-то находился. Стали спрашивать у него, где тут, что можно найти. Вот, в результате он позвонил, пригласил этого человека. Человек этот приехал, отбалансировал нам все четыре колеса, и мы дальше и поехали с миром Божиим. И съездили туда, и назад вернулись. Хотя это было все на начальной стадии пути. Вы знаете, иногда поэтому, я говорю это к чему, что Бог нас поэтому и призывает, когда мы на пути своем стоим, то нам необходимо порой не складывать сразу руки, складывать, скажем так, говорить, что все, значит, это не Божья воля. Надо всегда по Слову Божьему, как Бог призывает нас, что просите, ищите, стучите. Сделали вы это в своей жизни, попробовали вы, вот скажем так, вот эту, в своей жизни открыть истину Слова Божьего, что начинать просить, искать и стучать. И хотелось бы сейчас более подробно, скажем так, ответить на тот вопрос, к чему нас призывает Бог, что просить, что искать и куда стучать. И первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, о том, что Бог нам говорит, просите. И когда мы говорим относительно того, что нам нужно просить, и когда я размышлял над этим, что необходимо человеку просить. Мы многое можем просить у Бога, вот, но определенную вещь, которую, я думаю, нам необходимо просить у Бога, конечно же, можно и другие вещи просить, но я акцентировал бы внимание на том, что нам необходимо у Бога просить прежде всего мудрости. Вы знаете, порой нам этого очень сильно недостает в нашей жизни, потому что если мы имеем мудрость, то мы тогда и имеем знания и разумения для того, чтобы проходить свой путь, чтобы преодолевать те препятствия, с какими сталкиваемся, чтобы преодолевать те конфликтные ситуации, которые возникают в нас. И они одна ни на одну никогда не будут похожи. Вы знаете, никогда то, что произошло с тобой пять лет назад и то, что происходит сегодня, это будут разные ситуации, они не будут похожи. И поэтому не всегда нам необходимо иметь знание и понимание того, как нужно поступить в той или иной ситуации, чтобы преодолеть это, чтобы выйти из этой ситуации в соответствии со Словом Божьим, в соответствии с Его волей, и чтобы через это также угодить Господу. И притча, 14 глава, 8 стих говорит, «Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение». Наша мудрость, если эта мудрость от Господа приходит, то она дает нам знание пути, как нужно нам идти. Ведь если когда мы посмотрим на взрослого человека и на маленького человека, на ребенка, то мы понимаем, что взрослый человек, в принципе, он имеет мудрость в каких-то житейских ситуациях. Никогда он, например, не пойдет к соседу просить о повышении своей заработной платы. Он же понимает, что сосед ему ее не повысит. Он только может прийти, ему пожаловаться, что не повышают. И сколько бы ты ни жаловался, например, но прибавку тебе он не даст к пенсии. Тебе необходимо прийти к начальнику и просить там. Или нужно идти в пенсионный фонд и там просить, чтобы пересчитывали что-то, смотрели, может, где какой закон они забыли почитать относительно тебя. То есть мы непосредственно имеем мудрость в том, что мы обращаемся, скажем так, правильно и по назначению. И там решаем свои вопросы. И если я хочу попросить руки своей будущей жены, то я не иду опять же к дяде Феде или тете Мане, которые являются вообще, скажем так, не родственниками даже моей будущей жены, а я иду непосредственно к родителям этой жены. Правильно? Это в детстве мы можем просить, скажем так, совершенно необычные вещи у совершенно незнакомых людей. Я когда был в детском садике, я все время просил, чтобы меня там нянечка отвела домой. Но это не ее компетенция находилась, правильно? У нее совершенно другая, скажем так, обязанность, что делать с детьми. Но я не понимал, я считал, что вот она меня должна отвезти домой, как я только попрошу. Но никто меня не отводил. И в наших взаимоотношениях с Богом и в этой жизненной ситуации, в которой мы можем находиться, тоже мы должны четко понимать, как нам поступить правильно, чтобы нам поступить мудро. Потому что если мы не будем поступать мудро, то тогда мы будем сталкиваться с еще большими проблемами. Иаков, он просто очень говорит. Иаков, 1 глава, 5 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему. Аминь». То есть первое обращение, которое наше должно быть, это обращение, чтобы мы должны просить ее именно у Бога. Мы можем получать образование, мы можем получать многие другие вещи в своей жизни, какую-то мирскую мудрость, скажем так, какие-то опыт свой жизненный. Но не на все вопросы это поможет нам дать ответ. Именно мудрость Божия, которая сходит свыше, она приносит нам мир и благословение. Есть людская мудрость, да, есть душевная какая-то мудрость там, но есть Божья мудрость, которая сходит свыше, которая идет от Бога, которая помогает нам разрешить многие ситуации в нашей жизни. И вы знаете, когда мы говорим о мудрости, то, естественно, мы вспоминаем, с одной стороны, Соломона. И Богу это было приятно, что Соломон попросил у него мудрости для решения той ситуации, в которой он находился в данный момент. Он был молод, он не знал, что делать и как управлять страной, как управлять этим многочисленным народом, но он понимал лишь только одно, что ему необходимо мудрость и знание и разумение от Бога для того, чтобы получить, скажем так, вот это вот понимание, что ему нужно делать. И он попросил это, и Бог дал ему это. Второй человек, о котором мы можем говорить, что он был очень мудр, мы читаем в книге Даниила. Даниила, 5 глава, 14 стих. А Данииле говорит, царь, я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Почему? Потому что он имел общение с Богом, потому что он просил этой мудрости и водительства Божьего, водительства Духа Святого в своей жизни. И он поступал в соответствии с тем, как ему говорил Бог, как говорила Божья мудрость, как та мудрость, которая приходила от Бога. И когда Моисей выводил народ Божий из Израиля, во Второзаконии 4 главы мы читаем следующее. Он говорит народу израильскому, вот я научал вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, что повладеть ею. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех их постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Аминь. Шестой стих. «Итак, храните и исполняйте их». Исполняйте, храните постановления, храните заповеди, храните откровения Божии и исполняйте их. Соломон был интересной личностью, и когда мы смотрим на его жизнь, то мы видим, что он был хранителем и кладец, и это был кладец мудрости. Но в какой-то определенный момент вдруг он перестал исполнять это. И в результате в его жизнь пришла проблема и пришло проклятие. И мы знаем, что Царство Израильское было разделено. Поэтому, когда мы просим у Бога, мы должны просить мудрости, но не только, чтобы нам быть мудрыми для решения каких-то наших жизненных ситуаций, но именно мудрость, она дается нам Богом для того, чтобы мы, поступав в этой жизни, в той или иной ситуации, проходя свой жизненный путь, мы наследовали спасение. Мы должны смотреть через призму Слова Божьего на все свои жизненные ситуации, через призму Царства Божьего, через Царство Небесного, потому что наша цель именно достичь Царства Небесного. И тот же Соломон в притчах 2 глава, 10 стих, он учил. Я хочу вам прочитать. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Нам мудрость нужна не для нашей корысти, и для исполнения каких-то наших здесь житейских вопросов. Она нужна нам для того, чтобы получить эту мудрость, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы пройти таким образом свои жизненные ситуации, искушения, какие-то сопротивления, какие-то соблазны, для того, чтобы мы, все-таки, используя эту Божью мудрость, достигли Царства Божьего. Поэтому первое – просите мудрости Божьей в своей жизни, чтобы Бог всегда даровал вам откровение, понимание, познание, как Он желает, чтобы мы поступили в той или иной ситуации, и это было угодно Ему. Дальше. Слово Божье нас учит, чтобы мы искали. Исайя, 55 глава, 6 стих. Исайя говорит, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Исайя призывает Израиля, чтобы они искали Господа. Он обращается к Бога избранному народу. Он обращается к тем, которые несут служение Богу. Он обращается к тем, которые верят в Бога. Он обращается к тем, которые приходят и приносят жертвы и за грехи свои, и жертвы, благоугодные Богу, благодарения. Он обращается к тем, которые являются народом Божьим. И мы сегодня с вами также являемся народом Божьим. Но все равно эти слова Исайи, они звучат для нас с вами тоже. Чтобы мы не забывали, не уклонились от истинного пути, но всегда в своей жизни искали лица Божьего. Потому что без Божьего присутствия в своей жизни мы не сможем получить вот этой Божьей мудрости. Мы не сможем получить вот этого Божьего водительства. Мы не сможем получить Божьего благословения. Псалом 118, 1 стих. «Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженные, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его, они не делают беззаконие, ходят путями Его». Что отличает тех людей, которые ищут Господа? Отличает их тем, что они не творят беззаконие и ходят путями Его. Если человек в своей жизни перестал искать Бога, то через какое-то время он все равно совратится на свои пути. Если мы в своей жизни перестали искать Божьего откровения или воли Божьей в том или ином вопросе, но полагаемся только на свой разум, на свое разумение, мы опять же в какой-то момент уйдем на свои пути. И поэтому Иисус нам опять же напоминает, чтобы мы всегда искали. Искали всегда лица Божьего, искали всегда присутствие Божьего в своей жизни. И если мы так поступать будем, то тогда будет и благословение. Вы знаете, когда мы перестаем искать Бога, то через какое-то время мы можем стать даже противниками Бога. Каждый из нас может сказать, ну как это может быть? А может быть и очень просто. И не раз в своей жизни я видел и сталкивался с тем, что люди, которые многие лет посещали Церковь Божию, вдруг через какое-то время в их жизни все поменялось. И они стали не просто ушли из Церкви Божией, они стали вдруг противниками Бога. Они начинают хулить имя Божие, они начинают говорить на Церковь Божию. Кажется, что могло так поменять в их жизни? Вообще, вот их разум, их понимание, оно перевернулось полностью на 180 градусов. Ну кажется, ты просто ушел из Церкви, живи, скажем, своей жизнью, но не хули имя Божие, ничего не говори против Бога. Ну нет, из верующего человека они стали противниками Богу. И вы знаете, Слово Божие, оно говорит таких, что это являются нечистивцами. То есть, это те, которые являются не просто грешниками, но они являются еще больше, они являются противниками Богу. И Псалом 9, 25 стих говорит нам, «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Я хотел бы обратиться ко всем нам с тем, чтобы мы в своей жизни не дошли до такой ситуации, когда в нашей жизни возникает какая-то сложная, может быть проблема, возникают какие-то сложные обстоятельства, и мы перестали искать уже Бога. Мы уже ищем совершенно, скажем, другие источники, совершенно ищем другие возможности, которые могли бы нам помочь в той или иной ситуации. Мы уже просто, наша вера, она упала на полный ноль, и мы сказали в своем сердце, «Да где тот Бог? Куда Он делся? Он забыл про меня, наверное. Он уже больше не хочет решать никаких моих ситуаций». И таким образом со временем человек просто говорит в своем сердце, что нет Бога. Но Слово Божие говорит, что безумный человек, который говорит, что нет Бога. И вы знаете, народ израильский, будучи в Божьем присутствии, и ходя за покровительством Божьим в пустыне, мы видим, что все равно они становились в какой-то определенный момент противниками Бога. Когда вдруг они видели недостаток, когда они видели дискомфорт в своей жизни, когда они видели проблемы или сталкивались с какими-то сложными ситуациями, это настолько сильно ожесточало их сердце, что они говорили, что где тот Бог, что это за человек Моисей, который вывел нас, вообще давай побьем его камнями, развернемся и пойдем обратно в рабство в Египет. До такой степени ожесточалось их сердце. И поэтому в нашей жизни тоже может возникнуть такая ситуация, когда мы столкнемся с очень сложными обстоятельствами, и вдруг мы перестаем искать Бога и думать о том, что Бог покинул и оставил нас. Начинаем роптать. И вы знаете, очень хороший, интересный пример. Мы даже читали совсем недавно книгу «Чисел». И числа, 21 глава, я хотел бы напомнить вам, с 5 стиха. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». И 9 стих. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змею жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вы знаете, когда я читал это местописание, то интересно пришли размышления относительно этого, что мы, подобно как народ израильский, можем в своей жизни столкнуться с какими-то сложными обстоятельствами и можем возроптать. Можем начинать говорить, где этот Бог, куда Он ушел, почему Он сегодня не отвечает на мои молитвы, что происходит, возникает ропот, ожесточение в нашем сердце. И вы знаете, когда мы так можем себя вести, то с другой стороны может прийти еще большая проблема в нашу жизнь. В данном случае мы читаем, что были посланы змеи, которые жалили народ Божий для того, чтобы их еще больше нам, с одной стороны, кажется, Бог хочет наказать за их ропот. Но вы знаете, я в этой истории увидел совершенно другое. Я увидел то, что Бог уже даже, может быть, скажем, такая сложная ситуация, Он делает ее еще сложнее. И кажется, народ Божий должен еще больше воспротивиться, еще больше противостоять Богу. Но Он также показывает и выход из этой всей ситуации. Он говорит о том, Моисею, что возьми, сделай змея, поставь его на знамя наверх, и когда народ будет идти, они посмотрят на этого змея, то они получат исцеление. Так и сегодня в нашей жизни Бог нам говорит через это местописание о том, что когда нам сложно и становится, может быть, еще сложнее, мы должны найти в себе силы и посмотреть на Голговский крест. Посмотреть на Иисуса Христа, который висит на Голговском кресте, для того, чтобы получить исцеление нашей плоти, для того, чтобы получить исцеление нашей души, для того, чтобы опять обрести Господа в нашей жизни. Поэтому, может быть, еще когда большая ситуация, более стесненные обстоятельства вдруг возникают в твоей жизни, Может быть, Бог тебя заставляет обратить все-таки свой взор на Голгофский крест, чтобы ты посмотрел на Голгофу, посмотрел на этот крест, посмотрел на Иисуса Христа. Как народ израильский, они поднимали свой взор вверх и получали исцеление, так и Бог нас в наших сложных обстоятельствах и ситуациях призывает, чтобы мы подняли свой взор вверх, посмотрели на Христа и получили благословение, получили исцеление. И поэтому Бог говорит нам о том, чтобы мы все время искали Господа, искали лица Божьего, чтобы наш взор был устремлен всегда на Бога, всегда был наш взор устремлен на Иисуса Христа, в каких бы ситуациях сложных мы ни находились. И если мы так будем стараться в своей жизни делать, то тогда придет ответ. Третье, о чем говорит нам Бог, просите, ищите, и третье, стучите. Вопрос возникает, а куда нам стучать? Слава Богу, что дверь существует всего лишь одна. Вы знаете, если бы, ну люди такие, что интересные, что они хотят иметь много дверей, много выходов. Когда много выходов, кажется, что тогда и выйти легче. Но не все двери ведут в правильном направлении. И есть только одна дверь, которая ведет нас в правильном направлении. Иоанна 10 глава 7 стих. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам, все сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет ною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Аминь. Иисус Христос есть только та, одна единственная дверь, через которую мы можем войти в Царство Божие, через которую мы можем получить спасение, через которую мы можем получить жизнь вечную. И другой двери в этом мире нет. Могут предлагать различные решения, скажем, ваших вопросов, ваших проблем. Но опять же, есть только одна дверь, через которую мы можем войти и получить благословение и ответы. Да, иногда люди, когда входят в другие двери, они получают ответы также. Да, мы можем видеть, что люди обращаются к различным оккультным практикам, и они получают ответы об исцелении, они получают ответы на другие какие-либо нужды и свои вопросы. Но та ли это дверь, которая принесет в дальнейшем благословение? Слово Божие говорит о том, что оно принесет лишь только проклятие. И есть только одна единственная дверь, это Иисус Христос, через которую мы можем войти. И вот именно в эту дверь нам необходимо стучать. И иногда вопрос заключается в следующем плане, почему нам порой необходимо так долго стучать, чтобы получить ответ. Вы знаете, когда я прихожу кому-то в гости, подойдешь, сейчас уже домофоны стоят, нажмешь квартиру, но не всегда сразу и открывают. Бывает, пока кто-то дойдет, кто-то где-то еще там пока услышал, или что-то где-то может быть не сработало, нажимаешь еще раз, еще раз стучит. То есть всегда приходит какое-то время реакции и проходит. Но мы понимаем, что кто-то все равно тебя откроет, если там кто-то находится за этой дверью. И я точно знаю, что за дверью в Царство Небесное находится Иисус Христос. Это та правильная дверь. И те проблемы, которые есть в моей жизни, я всегда получу именно за этой дверью. Сколько бы я не стучал, сколько бы я не бомбил в эту дверь, то все равно когда-то придет ответ на мою жизненную ситуацию. И Бог поэтому призывает нас о том, чтобы мы стучали постоянно. И я хочу вам рассказать два примера из жизни. Один пример – это человек неверующий, один пример из жизни верующих людей. Вы знаете, подводные лодки, они уходят в походы. И довольно часто мы, ну не часто, слава Богу, но иногда получаем такую в средствах массовой информации, что происходит какое-то событие, и та или иная лодка затонула, произошел какой-то либо пожар. Это сложная специальность, тяжелая специальность. Люди уходят на много месяцев под воду, находятся в закрытом пространстве. И произошло также вот событие с одной подводной лодкой, которая ушла, в поход произошел пожар. И один человек, он закрылся в одном отсеке, в средних отсеках лодки произошел пожар, и в одном из отсеков ему удалось закрыться и выжить. Пожар был очень сильный, накалилось очень все, но туда поступило определенное количество воды. Работали все равно системы каким-то образом, и там была возможность поддерживать жизнеобеспечение. И вы знаете, он человек остался один, практически в полной темноте, еще какое-то время там работали аккумуляторы. И он остался один на один вот в этой сложной ситуации. Он не знал, что происходит вокруг. Он лишь только мог догадываться, что почувствовал, что лодка вроде бы всплыла, и вроде бы куда-то ее тянут. И все время он стучал, все время выбивал сос, стучал, стучал, стучал. И он стал вести журнал, стал описывать свои ощущения, то, что происходит с ним. И он начал обращаться в этой ситуации, когда он остался один на один к Богу. Он просто говорил ему, Бог, ты есть? Говорит, внутри получал ответ, да. Думаю, ну что это ко мне приходит такое? Сам себе и ответил. То есть его восприятие того, что с ним происходит. Говорит, наверное, уже что-то с мозгами моими. Ну ничего, говорит, но зато чувствую, что когда я обращаюсь к нему, я чувствую облегчение. Нашел там в каком-то ящике еду, поблагодарил Бога. То есть у них там какие-то запасы по отсекам специально остаются, когда вдруг могут быть заблокированы. Говорит, поблагодарил Господа то, что не разворовали там сгущенка, корки хлеба. Говорит, слава Богу. Говорит, и опять легче стало. Говорит, опять обращаюсь к Богу. Что мне делать? Стучать? Бог говорит, стучи. Думаю, ну что это такое опять приходит в мой разум, в мое размышление. Говорит, сам себе и отвечаю, но все равно продолжаю стучать. Спрашиваю, Бог, ты есть? И ответ такой, да, я есть. Говорит, и опять начинаю стучать, и опять начинаю звать о помощи. Прошло так пять дней, и я все продолжаю стучать. В результате потом он пишет свои ощущения, восприятие того, что он понимает, да, Бог, ты есть. И это помогало ему сохранить свои силы, сохранить свою настойчивость в том, чтобы продолжать стучать. Он продолжал стучать, выбивать этот сигнал СОС. И казалось, что нет возможности достучаться. И прошел месяц, и услышали этот стук, и его достали из этой лодки, когда лодка уже прибыла на базу. Даже никто не мог даже подумать о том, что там еще остался один человек. Думали, что там в этом пожаре уже погибли люди, и там никого невозможно быть. Эту лодку просто подняли наверх, ее отбуксировали, загнали, скажем так, на базу. И в это время, когда они там пытались, разбирались, что, чего и как произошло, они услышали стук. Прошел целый месяц, человек сидел в кромейшей темноте, в кромейшем, скажем так, в сложных стесненных обстоятельствах. В этой части, наполненная все равно водой. И благодаря тому, что он все равно стучал, он обретал силы в том, что обращался к Богу. И в результате услышали этот стук, и он получил ответ и получил спасение. И вы знаете, в нашей жизни тоже так, что нам иногда кажется, что нет уже такая ситуация, где нет выхода. Но мы должны все равно стучать. Это СОС, это СОС, СОС в Божью дверь. И Бог все равно ответит. И вторая ситуация, которую я читал из жизни верующих людей, это то, что произошло вот в Таллине. Недавно пастор проповедовал о том пробуждении, которое произошло. И там пишется про одну семью, которая приехала тоже в Таллин и с Украины. И они привезли с собой мальчика, которому было 12 лет, он был глухонемой. И пришла его очередь помолиться за него. За него стали молиться, помолились, ничего не произошло. Они разочарованы, ушли после этой молитвы. И кажется, ну все, вот оно пробуждение, вот оно действие Духа Святого. Здесь происходит исцеление, здесь происходят такие чудеса, здесь происходят такие замечательные действия, но вдруг Бог не прикасается к тебе. Становится сильное разочарование, может наполнить обидой сердце, что Бог почему-то не решает твою ситуацию. Но вдруг подходит из них односельчан, который находился рядом с ними, говорит, занимай, остановись в мою очередь, потому что очередь большая, многие просят об исцелении, помолиться. Подходит второй раз, начинают опять молиться. И опять после молитвы ничего не происходит. И опять сложная гнетущая ситуация. Нужно молиться за других. Уходит. Вдруг подходит другой односельчанин и говорит, становись в мою очередь, иди, будут молиться за тебя. Опять подходит этот мальчик, опять начинают за него молиться, и опять ничего не происходит. И они разворачиваются, начинают уходить, и мальчик вдруг говорит, папа, поехали домой. Понимаете, вопрос в том, что иногда, может быть, мы не так сильно все-таки стучим, не так сильно все-таки призываем Бога в свою жизнь. Может быть, не так настойчивы мы бываем, потому что есть вещи, которые Богу угодны. И если мы познаем Его волю, которая угодная, благая, совершенная, то Бог в этой ситуации всегда ответит на нашу нужду. Да, может быть, Он нам не дает какие-то вещи, которые будут неугодны для нас с вами, которые будут непотребны, которые могут отвести нас от спасения, и мы тогда должны иметь мудрость в этом разобраться, получить Божие откровения, просить у Бога мудрости, чтобы понять, что Бог в данной ситуации почему-то медлит, почему-то не отвечает. И вы знаете, в этом еще примере, то, что я забыл сказать, когда мальчик этот уехал, то потом на следующий раз все село приехало туда, в Таллин. Там уже, наверное, верующие и неверующие все приехали, потому что увидели это чудо Божие. И иногда, может быть, какие-то вещи не происходят в нашей жизни по непонятным для нас причинам, но всегда всему есть причина. И воля для нас с вами есть благая, угодная и совершенная. Поэтому давайте с вами просить Божьей мудрости, искать лица Божьего, стучать в эти Божьи двери для того, чтобы получить ответы. И Бог не замедлит, Он ответит. Аминь. Поэтому будем не ослабевать свои веры, но будем с верой приходить и обращаться к Господу. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем с вами. Аллилуйя, Господь! Во имя Иисуса Христа мы приходим Тебе в этой молитве и благодарим, Господь, за Твои Божьи откровения, за Твою проповедь, которую Ты, Господь, даровал для нас, за эту нагорную проповедь, за эту Божью истину, Господь, которую Ты открываешь нам. Мы благодарим и славим Тебя, Боже. И пусть Твое Слово, Боже, оно проникает в сердца наши, наполняет нас силой и благодатью для того, чтобы следовать по этому жизненному пути в Царство Божие. Дойти, Господь, получить, Господь, эту награду жизни вечной, получить это воскресенье, Господь, войти в Твой Божий пир, Господь, пребывать с Тобою вместе, всегда в вечности. Благослови, Господь! Мы, Господь, верим Тебе, мы уповаем на Тебя, Господь, ибо Ты есть наш Бог, сильный, крепкий, славный. Да будет Твое имя благословено и прославлено. За все Тебе воздаем честь, славу и хвалу. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.